Аааа, мы в Америке, ребята! Мы дождались этого момента! Мы дождались этого! Ура! Нас гид решил привезти сразу на City Walk Это с другой стороны Universal ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы готовы? Почти, мне волосы остались чистые Мои перья очень круто смотрятся За мной все в порядке, мама Ту-ту-ту-ту-ту За мной все в порядке, мама Мы едем на Качалу! Мы вызвали Uber Здесь есть Uber То есть везде есть Uber Но здесь он тоже есть Очень удобно Показать вам Safari Tent Который находится в VIP зоне И на самом деле все ожидали большего Думали, что здесь более плотные стены Оказалось, что это, ну, как палатка Ткань натянутая И по вечерам, когда холодно Здесь все вот так ходуном ходит Очень страшно Вот И поэтому мы решили становиться в отеле А эти палатки у нас стоят просто забронированные Ну, каждая палатка на два человека Здесь в ней есть только розетка Выход И то американская Плоская, знаете Я вообще ничего с собой не брала Вот такого вот плоского Поэтому нужно искать, где есть вот эти вот переходники Также здесь есть холодильник И ведерко для льда просто И все, понимаете Зеркало и кондиционер Который плохо охлаждает комнату днем А по вечерам здесь ужасно холодно Мы вчера замерзли Я застегнула, потому что переодевалась Вот сейчас я расстегну Выйду на улицу, покажу, как здесь вообще Ну, конечно, это для любителей экзотики Если вы хотите такой отдых Нужно готовиться к тому, что здесь палаточный отдых Как тебе вообще? Мне все классно, но девочки очень сильно разочаровались Да, 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 да Мы, да, не захотели оставаться здесь Многие Но здесь ухотели, что хочется пить Ну что, девчонки, как вам? Фестиваль? Жарко Громко Да Прикрыла глаза, смотрите У вас очень мало эмоций Сейчас, правда, я тебе сейчас все скажу Вау, вау, вау Жень вот такой вот вообще Фестиваль такой крутой Просто мы очень встали Жара невероятная И Мне все понравилось Да, все очень мило Я так прекрасно себе никогда в жизни не была Особенно в нашей ноге Я очень люблю ходить по сути плюаку В ботинках новых В ботинках, да О, Леди Гага Мы завтра пойдем на ее концерт Да, кстати, завтра Леди Гага Этот кусок забанит YouTube Знаете, маленький такой совет Это мне не банят песню 10 секунд можно Мы хотим дать вам такой совет Если вы вдруг соберетесь на качелус Надевайте удобную обувь Надевайте шляпы Обязательно Очки, да Причет, да Вы можете сгореть Вам может быть очень жарко И поэтому удобная обувь Головной убор Очки Вода Деньги Потому что все дорого Все стоит по 10 По 12 По 15 Долларов И выше Всем привет Сегодня второй день качелы Мы вот собрались Уже На мне Платье от Zara Главное И снизу юбка От H&M Угу И на щеке у меня Переводной тату В общем Парень нас довезет Шестером Ага Ладно 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 Я здесь Стирол Поместились в коляске Представляете Здесь есть такой Трансфер своеобразный На качелу Для мной сейчас Самое знаменитое колесо Обозрения Это колесо Символ качелы Здесь есть ID Check-in Просто так Вам алкоголь не продадут Только если Вам есть 21 год По паспорту проверяют Все ждут Леди Гаку Она должна уже начать А партнер А партнер Если Стирол Трансфер Играет музыка. Очень был крутой концерт, и Леди Гага, она невероятная, она божественная, у нее такая энергетика, она заряжала полностью сало здесь, откуда у нее столько сил, энергии, и она такая красивая, для меня вообще просто тащусь, крутышка, крутышка. После того, как вы увидели мои фотографии в инстаграм, о том, что я посетила фестиваль Каячела, поступило много вопросов, связанных с фестивалем. Вы хотите знать, как же там было на самом деле, и вообще поподробнее узнать, я вам сейчас расскажу об этом, что вас ждет, если вы очень-очень хотите, если вы там ни разу не были, если вы собираетесь поехать, я хочу, чтобы вы знали правду. Во-первых, конечно, там потрясающая атмосфера, очень красиво одетые люди, знаете, мне кажется, что наряды на Каячелу продумывают уже на год вперед, так как невероятно крутые наряды у девчонок, и сразу видно отличие в стиле между нашими и американскими девушками, а также и мальчиками. Там можно вдохновиться, познакомиться с новыми интересными людьми, так как туда съезжаются не только со всей Америки молодежь, но не только молодежь, я видела очень много взрослых людей, но также со всего мира люди стараются приехать на Каячелу, и уже примерно, по-моему, за месяц до начала уже нет билетов, поэтому если вы их собираетесь, то нужно заранее покупать билеты. Нас пригласила компания NYX Cosmetics, они бронировали все заранее, и поэтому я не знаю, что сколько стоило, но я думаю, что очень дорого. Там были три или четыре вип-зоны, и мы могли на них заходить. На этих вип-зонах было меньше народа, была какая-то своя тусовка, но также мы слышали музыку, которая звучит в тех районах, где находилась зона. И там много сразу было кафе, ресторанов, можно было оттуда и не вылазить. Вот. Поэтому, если у вас нет вип-браслетов, то вас ждут такие минусы. Это огромные очереди в туалет. Много кабинок с туалетами, но в эти кабинки огромные очереди от ста человек и выше, представляете? То есть вы, наверное, уже заранее должны встать в эту очередь, предполагая то, что вы скоро захотите в туалет. И как раз, когда ваша очередь подойдет, вы заходите в туалет. Поэтому это очень сложно. Ну и, соответственно, к вечеру, когда прибавляется народ, увеличиваются очереди в туалет, и, соответственно, никто не хочет в них стоять и начинают гадить просто вокруг и везде. А также много людей напиваются, употребляют наркотики и курят марихуану просто почти каждую. На Леди Гаге там настолько нас задавила толпа, что я не могла. Я стояла в облаке дыма, вокруг меня курили все траву. И никто не спрашивал, и никто не стеснялся, хочу ли я вдыхать это, да? Было пофиг людям, потому что, по-моему, это легально, там один косяк или два косяка в Америке, поэтому курили все вокруг, итальянцы, французы, разные национальности, американцы, все стояли вокруг меня, вокруг нас, девочек. Никто из нас не курил, но мы в этом облаке, пока мы дождались Леди Гагу, мы просто, я не знаю, мне кажется, мы уже были по тем же состояниям. И поэтому вы должны быть готовы к тому, что вы должны продумать, где жить в палатках, я не знаю, мне кажется, это слишком экстремально. И для тех людей, кто любит комфорт, это вам не подойдет такой отдых, так как вы на фестивале слишком шумно, слишком много людей, слишком небезопасно, мне кажется, хотя везде, в принципе, охрана ходит, да, я ее видела. Я видела многих в наручники забирали, не знаю, что там они делали, но на самом деле фестиваль специфический, и мы находились максимум 5 часов каждый день. Я думаю, это было вместе с дорогой, пока мы добирались до фестиваля. Соответственно, у вас должна быть очень удобная обувь, у вас должна быть шляпа или головной убор, если вы днем, очки, потому что жуткое солнце, так как это Лос-Анджелес. Здесь много-много солнца, много музыки, конечно, это круто, ты тусуешься с людьми, но я скажу вам, это только для тех людей, кто любит музыку, кто любит слушать ее с утра до вечера, и кто уже посещал подобные фестивали, вы должны, в принципе, иметь представление, что там будет. Все стоит денег, то есть еда, например, если вы хотите поесть, блюдо стоит от 10 долларов и выше, то есть 15 долларов, 20 долларов, и напитки, соответственно, стоят так же. Поэтому многие приносят с собой алкоголь в рюкзаках, там, по-моему, нужно литр или два, не знаю, вставляют вот так трубочки в рот и просто ходят вот так с этого рюкзака, глотают алкоголь, чтобы там не тратиться на него. Так что имейте в виду, если вы хотите посетить Качеллу, не все так прикольно, как кажется на Качеллу. Мы сегодня с Вова решили пойти в американскую кафешку, как в фильмах, покушать блинчики, коктейль, шейки попить. Завтраки уже закончились, к сожалению, но зато остались молочные коктейли. Прикол. Это остатки от нашего коктейля, мы можем ложкой съесть. Блин, Вова. Я вообще в шоке. Портия здесь огромная, мы заказали, это целый бургер, но его разделили на две части, и вот нам как раз на двоих. С авокадо, кстати. И салат дополнительный. То есть вы можете одну порцию на двоих смело заказывать, потому что очень много. Заехали в аптеку, в американскую аптеку, очень большую. Тави сказала, что здесь обалденный кушен от Лореаль. Блин, последний, прикинь. Ничего себе. Офигенный, вот этот офигенный. Такого в России нет. А я не буду брать. Сорян, мне надо очень долго, чтобы понять, что это мне идет. Реснички. Клей Дуа. Вот, где-то вы можете найти шампуни Батист на полке. Сухие шампуни. Только в супермаркетах Америки. И маленький лак. И вот, кстати, вот этот классный лак. У меня такой есть большой для волос. Вот я его и возьму. Обалдеет. Он маленький есть. Оба-дхед? Да, очень классный. У меня большой такой дома. Мне очень нравится, как пахнет у них фиолетовый. Весь iHerb здесь в аптеке. Я принципиально ничего не буду покупать. Хотя здесь скидки обалденные. 50% практически на все. Но я закажу все с сайта iHerb, потому что у меня перевес. Просто перевес. Что можно было купить в аптеке? Что еще можно было купить? Нос. Это нос. Да. За один доллар. Нос за один доллар. Ехали мы 6 часов на машине. Кто-то поспал, кто-то помонтировал видео, кто-то посмотрел мультик. Кто-то, кто-то еще. Кто-то это? Кто-то это? Кто-то это? Кто-то смотрел мультик. Кто-то поспал еще раз. Кто-то поел. Ничего не слышно. А кто-то хочет есть. Я начал этот момент. В общем, ну вы поняли, да, ребят, где я? Это Nordstrom. Это, ну вы знаете, что это. Это мои заказы из Америки. Отсюда. В основном отсюда, из этого магазина. Одежды, косметики и всего на свете. И я здесь. Класс. Класс. Ах. Правда, что я хочу, я не знаю. Просто зайти. Просто зайти, да. Здесь все бренды. Класс. Запахи такие. Украшения. Ну, в принципе, ничего особенного. Типа, если кожа. Посмотрите, спасатели Малибу. Мы сани хотим. Это купальники? Спасатели Малибу. После яхты мы приехали в отель. По-моему, Ридс Карлтон называет. И завтра мы улетаем в обед. Очень печально, не хочется улетать. Темно, ничего не видно. Мы находимся в Лос-Анджелесе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...